Итак, друзья, мы находимся где-то посередине осенних праздников, да? Емкий порн, да, примерно, там плюс-минус. Вообще, праздники Господни, это было нечто особенное в жизни Израиля. Потому что жизнь Израиля, она строилась вокруг Бога. Но, видимо, ее часть, она была видна в храме, в жертве и в праздниках. Поэтому мы понимаем, что праздники Господни, это что-то особенное в жизни народа. Если мы посмотрим сейчас, в наше время, посмотрим общину, церковь, ну, я имею в виду вообще вселенскую, да? Значит, храм есть? Есть, друзья, мы храм, мы живые камни, устрояем из себя храм духовный, Ешоа, глава. Вот, и он полнота наполняющая, которая наполняет этот храм, да? Вот. Жертва есть? Да, она принесена, она есть, она всегда перед Господом, понимаете? Потому что Ешоа, он несет свою священную, первосвященническую службу вот со своей кровью в скине небесной. Праздники есть? Ну, скажите, что нету, сегодня же праздник, шаббат. Есть праздники. Поэтому, по большому счету, мы видим, что праздники тогда, они играли большую роль, и они сейчас играют большую роль. Ну, и будет, естественно, наверное, поразмышлять на эту тему, да? То есть, о праздниках, о их значении. Ну, я хочу больше, знаете, остановиться не просто о праздниках вот рассказать, да? Хотя я упомяну. О их значении, праздники, о праздниках для нашей личной жизни, как верующих. Я назвал свою проповедь так. Драгоценные камни праздников Господней для нашей жизни. Ну, и да поможет нам Господь и мне что-то донести, то, что я хочу донести. Ну, и вам, соответственно, принять то, что я буду говорить, и чтобы это вы потом не сказали. Ну, Сергей говорил, как Павел, нечто неудобно вразумительное, понимаете? Поэтому да поможет нам Господь, да? Смотрите. Но праздники Господни, как я сказал, они удивительны по своей сути. И очень жаль, что многие церкви, они не обращают на них того внимания, которое должны обратить. Почему? Ну, здесь разное есть то, что мешает. Это и теория замещения, и нежелание как бы смешиваться, или там как-то уподобляться, быть близким с еврейским народом. Ну, и другие моменты, может быть, просто люди не очень хорошо знают Ветхий Завет. Ну, Танах. И вот, для того, чтобы, знаете, для того, чтобы мы как бы поняли, у нас вообще-то так получилось, что в общине уже не так много людей, которые закончили МГБ. У нас в свое время был институт, трехгодичный, двугодичный, где мы изучали все связанное со служением еврейскому народу. Историю, культуру, вот, каким образом донести Евангелие евреям и так далее. И многие, ну, и те, кто, они занимались в МГБ, конечно, они понимают, о чем я говорю. Ну, у нас очень много людей, которые, как бы, которые пришли позже вот сюда. Вот, и понятно, что им трудно уловить, вот, что же это за праздники, да? То ли это еврейский прикол такой, то ли это, ну, что-то, что-то важное, да? А если важное, то что важное, вот, ну, согласитесь, что не сразу так вот поймешь, да, праздники. Или я, так, подтверждают, может быть, те, кто слушают, они нет, но подтверждают. Ну, не очень их, можно, можно увидеть, постоянно думаешь, так, это какие праздники, это там опресноков там или там это, к чему оно относится, да? Вот, поэтому у меня есть некий образ. Я не говорю, что мне дал Бог, он просто пришел ко мне. Вот именно вот драгоценные камни праздников Господних. И не просто драгоценные, а ожерелье из драгоценных камней праздников Господних. И я вам представлю его так. Вот представьте ожерелье, да? Вот. Оно состоит, вот здесь три камня, один большой, три зеленых камня. Один большой и два поменьше. Здесь три желтых камня, один большой и два поменьше. Здесь один красный. Это образы праздников Господних. Можно представить, да? Почему там зеленый, красный, желтый? Никакой сакральности, никакого духовного смысла я не вкладываю. Это просто потому, что это весенние праздники, а не зеленые, да? Это осенние праздники, осень какая? У нас желтая. А это летний праздник. Ну, а лето какое? Оно же, стрекозав, какое лето пело там красное? Красное, да? Вот поэтому легко запомнить. Поэтому мы запоминаем, что семь основных праздников Господних. Ну, меня скажут, а шаббат, Сергей, ты что, забыл? Нет, друзья, не забыл. Если это жерелье, то вот это вот все между ними, это все шаббаты. Ну, я их представляю в виде драгоценных камней, таких бриллиантиков. Понимаете? И, конечно же, для того, чтобы это все держалось, надо, чтобы была нитка, хотя бы в трое скрученная, да? Как по Писанию. И это замысел Божий для всех этих праздников. Ну, и, конечно, если мы говорим об ожерелье, женщины сразу представят, там же что-то должно быть на окончании, правильно? Золотые застежечки, конечно, на окончании должны быть. И для меня золотые застежечки, это, знаете, это как свидетельство того, что у праздников есть начало и есть окончание. То есть праздники Господни, друзья, это не так, как, знаете, там иногда у восточных народов, то есть есть некая цикличность, да? То есть Бог, значит, умер, потом Терра, потом воскрес, потом опять умер, потом Терра, вот такая вот цикличность, да? Нет, у нас такого нет. То есть уже если праздник состоялся, да, то мы идем куда? Мы дальше идем, дальше, дальше, к некому завершению. И, конечно, если мы говорим о праздниках Господних, то они начинаются с Песоха, да? Который обозначает выход еврейского народа из физического и духовного рабства. Но, как мы понимаем, ну, те, кто Писание знает, что Песох – это только видимая часть замысла Божьего, да? Вот. А сам замысел Божий, он начался раньше. Когда он начался? Ну, давайте посмотрим Бытие 12, 2, 3. Сейчас, ребята, выведу. Где Бог говорит Аврааму, я произведу от тебя великий народ, благословлю, возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, и благословляю благословляющих тебя, злощових тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вот. Вот это замысел, да? То есть, еще раньше Песоха Бог говорил сам и сказал, я сделаю так, что от тебя произойдет великий народ, который на Песох выйдет, да? Ну, мы уже дополняем. Вот. И в этом народе благословлятся все племена земные, и мы знаем, что они благословятся в том, что через него произойдет Ешоа Мессия, ну, и не только, потому что они сохранят слово, потому что они будут для нас образцом, мы видим, как этот избранный народ, и Бог с ним и так делает, и так делает. И иногда думаешь, Боже, вообще-то Божьим народом избранным быть не так просто. Вообще-то, да? То тебя в этот, в Ассирию, то в Вавилон какой-то, знаете. Потом, короче, проблемы всякие, потом вообще разогнали по всему миру. Вот. Итак, замысел мы видим, что он еще дальше Песоха. А может быть, еще раньше? Ну, конечно, друзья, на самом деле, замысел Божий, он уходит в небо. Я попрошу вывести с Ефесянам 1, 4, 5, 7. Мы видим, что еще там написано, ну, здесь не написано, а в предыдущем написано, еще прежде создания мира. Прежде создания мира у Бога был замысел. Он избрал нас, да, в нем, в Ишуе Мессии, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопредили у сыновей через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в которой мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. То есть, итак, мы видим, что прежде создания мира еще был Божий замысел, согласно которого, то есть, относительно спасения всех людей, да, вот, через Ишуа Мессию. И начался он с создания еврейского народа, Авраама. Вот. Потом, соответственно, от него произошел тот народ, который вышел на Песох, вот, из которого произошел Ишуа Мессия, Царь Израиля, спаситель всего мира. А Песох, он стал только видимой частью этого замысла. А замысел, как мы видим, где? Он в небе, да? Вот. Ну, если мы говорим об одной золотой застежечке, если и другая золотая застежечка, сейчас я не о всех плажниках, я говорю о застежечках, да? Так вот, вторая застежечка, это окончание праздников, да? И это суккот, праздник спасения Израиля, спасенного, да, спасения Израиля и спасения всех народов. Ну, мы понимаем, что это спасение тех, кто принял это спасение. Это не просто так, раз, всех, ну, пошли вас спасем. Нет, немножко не так. Вы знаете, что все, оно и просто, и сложнее. Так вот, смотрите, Исайя 25, 6, 9. Он говорит именно, вот чем заканчивается суккот. И сделает Господь Савов на горе сей для всех народов трапезу из стучных явств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин. Ну, такая, нехилая такая трапеза, да? И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Видите, мы обычно говорим, как покрывало только на еврейском народе. Здесь на всех народах тоже лежит покрывало, и оно будет снято в это время. Поглощена будет смерть навеки. И отрвет Господь слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, Он спас нас, сей есть Господь, на Него уповали. Мы возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Еще раз напоминаю, что начинается все, что на горе сей для всех народов. В замысле Божьем есть спасение всех народов. И тогда мы видим вот это прекрасное ожерелье, в котором заключен вот этот замысел Божий. И праздники, они указывают на этот замысел. Еще, знаете, что еще я хочу добавить, может быть, что Суккот, ну, о том, подтвердить свои слова, о том, что Суккот это праздник для всех народов. Вот смотрите, Захария, сегодня вот пастор Василий говорил, упоминал Захарию 12 главу, это 14 глава. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Савуофу и для празднования праздника кущи. Все народы будут приходить. Ну, будет, будет, ежели какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Савуофу, то не будет у них чего? Простенько, дождя не будет, да. Вот, ну, я думаю, там рисковать, наверное, вряд ли кто-то будет, да. Все-таки они будут приходить. Вот, то есть мы видим, что в замысле Божьем спасение всех народов. И это праздники, друзья, это праздники для кого? Для Израиля только? Для всех, для всех, конечно. Понимаете? Вот почему важно, конечно, для церкви понимать Божий замысел для, о том, что это не только для евреев, это и мессианских евреев, это для всей церкви, понимаете? То есть, я имею в виду Вселенской Церкви. И очень, ну, не совсем это правильно, да, когда пренебрегаются, когда какие-то другие праздники, которые отвлекают от этих праздников, а мы будем говорить, какой смысл в них заключен. Вот, например, что праздновал еврейский народ во время цикла праздников Господня? Я быстро говорю. Нет, я не буду. Здесь понятно, что можно семинар целый сделать, поэтому, но я не об этом. Смотрите, Израиль, он всегда праздновал единение со своим, прежде всего, единение со своим Господом. Он всегда отмечал исторические действия Бога когда-то и текущее действие в то время, когда они жили, потому что Израиль, он жил не в Новой Зеландии, где там дожди и так далее, понимаете? Не там, где земля, она сама, ты кнешь и там все родит. Там все зависело, все зависело от того, будет дождь ранней, будет дождь поздней и так далее. Все зависело от Господа. И Израиль, он всегда праздновал действия и сельскохозяйственных праздников, не просто как урожай и так далее, а как действие Божье для урожая, или благодарение Богу за урожай. То есть, вот так оно было. То есть, там была и духовная, и историческая составляющая, была, скажем так, естественно, там, сельскохозяйственная составляющая, составляющая, вот, ну, и духовная составляющая. Итак, Песох, это был праздник конкретно исторического, чудесного выхода евреев из физического и духовного плена благодаря искупительным действиям Божьим. Потом Шавуот, ну, я имею в виду праздники опресноков и начатков плотов, ну, они, как бы, они выходят из Песоха. Затем Шавуот, праздник первого урожая пшеницы и праздник дарования Торы. Здесь начинались урожаи в это время. В это время начинались приноситься десятины как залог будущего урожая, потому что урожаи, они, не урожаи, а, ну, урожай, можно сказать, они до самого Суккота, то есть, понимаете, начиная от Шавуота и до самого Суккота что-то созревало, созревало и собиралось и так далее. Так вот, это, это было начало сбора пшеницы, то есть, начало урожаев и приносились десятины, как, как, которыми Израиль показывал, что он смиряется перед Богом, что он почитает Бога, потому что это же его десятины. Вот. Он говорит, вы приносите, вы это мне приносите, а я уже распределяю, кому, кому-то, кому на храм, к там, бедным, или на паломничество и так далее. То есть, это я говорю. Вот. Поэтому, Шавуот, это праздник первого урожая, праздник дарования Торы. Вот, мы будем об этом говорить подробнее. Здесь, так, Суккот, праздник Кущей, праздник Божьего присутствия в жизни еврейского народа. Праздник урожая, то есть, это уже окончательно урожай, да, вот, то есть, когда еврейский народ, он собирался на этот паломнический праздник, а их было, из семи, их было три, вы помните, Песах, Шавуот и Суккот, да, большие камни. Вот. Были там два маленьких, здесь, и здесь тоже два маленьких. И праздник урожая, благодарности Богу за его заботу о своем народе. Айом Труа и Йом Кипур готовили народ к встрече с Богом, к этому празднику, да, к встрече своим царем. Мы будем говорить особенности тоже этих праздников. А что празднуют мессианские евреи? То есть, они праздновали исторические, больше культурные, вернее, сельскохозяйственные, это был исторический, сельскохозяйственный, и духовная составляющая, который все это производит в жизни народа. А что мы празднуем? Ну, все сказали. Правильно? Не правильно? Во-первых, мы не отделяем себя от еврейского народа, мы тоже празднуем, ну, скажем так, сельскохозяйственная часть, наверное, как-то она ушла, как-то естественно, да, вот, но вот, конкретно историческая часть, она осталась, исход, да, праздник дарования Торы, да, и суккот, как праздник, как праздник, ну, с какой-то степени и урожаек, и как праздник единения, и встречи, и встречи с Богом. Вот, но мы видим, что праздники Господни, мы, это мессианские евреи, неразрывно связаны с искупительной миссией Ешоа, и мы празднуем Божие действия в жизни, в жизни Израиля, мы не отделяем себя, вот, и мы празднуем искупительные действия Ешоа, Мессии в нашей жизни, и в жизни Израиля, и всех народов. То есть, мы празднуем и исторические, и мы празднуем духовную часть. Вот, а если смотреть с духовно-исторической точки зрения, то первые три праздника, Песоха, Преснок и Начало Плодов, отражает искупление, уже совершенное Ешо, в первый свой приход, когда он стал акцем Божьим, который берет на себя грех мира. Аминь. Помним, да? Как мы седр проводим пасхальный. Следующий праздник, четвертый, Шавот или Пятидесятница, говорит об основании тела Мессии, когда Святой Дух был излит на учеников. Помним, да? Деяние, вторая глава, там, в самом начале, да? А осенние праздники, Йом Труа, Йом Кипур и Суккот, рисуют пророческую картину грядущего полного завершения Божьей программы искупления для Церкви Израиля и всего мира. То есть, для нас праздники играют огромную роль, потому что мы видим здесь действие Божье, которое было совершено через Ешо Мессию в жизни Израиля, в жизни нашей и в жизни всех народов. Ну, знаете, я сегодня, я хочу говорить, раз Божье ожерелье, оно для нас, да, то есть именно драгоценные камни Господних праздников для нас, поэтому я хочу говорить о том, что для нас лично они обозначают. Потому что я всегда видел личное, личностное содержание праздников Господних для всех, для всех нас. Я просто сейчас, я как-то собрал это все, да, и поделюсь с вами, что, как мы можем видеть действие праздников Господних в своей жизни. Итак, Песок, это исход, да? Исход мы говорим из рабства греха, из рабства прежней жизни, да? И выход на Божий, на Божий путь построения нашей жизни. В Деянии 3.19, вот по моему мнению, вот так это выражается, как бы суть этого праздника. Деяния 3.19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Нет пока, да? Еще раз. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. То есть, суть праздника Песок, это обращение. Согласны? То есть, мы шли каким-то своим путем, значит, или там жили, где-то так жили, как это было неугодно Богу. И нам было написано, что мы были там сыновьями гнева Божьего. И вдруг в нашей жизни произошло нечто, вот благодаря действию, спасительному действию Ешоа Мессия, вот и мы обратились, и мы обратились. Протестантской традиции, обычно протестантской традиции, обращение обычно связывается с чем? С молитвой чего? Покаяние. С молитвой покаяния. Ну, то есть, подразумевается, что если человек произнес молитву покаяния, то он, ну, типа, как бы, и все, и хорошо, обратился. Да, часто так и бывает. Вот, слава Богу, это в нашей жизни, это произошло. Вот. Ну, гораздо чаще, так не бывает. То есть, молитву покаяния произносят, но что? Ну, не обращаются на самом деле. По каким-то причинам люди уходят. Вот. Я часто смотрел на церковную фотографию, сколько людей крестилось, там, смотришь, там, десятки, смотришь, сколько в церкви, да, смотришь, очень-очень мало. Почему? Потому что, ну, скажем так, молитва покаяния сто процентов, она работает, вот, но есть еще, что в еврейской мысли, да, значит, есть так называемая тшува, да, или путь покаяния. То есть, это уже не просто, молитва, это как точка покаяния, да, вот, а тшува, это путь покаяния, вот. И тшува, смотрите, человек, который становится на путь, он включает этот путь шуй, включает в себя следующие этапы. Вот. Это знание, ну, того, что о грехе, так скажем, да, то есть, о Боге, о грехе, вот, о том, кто ты есть, в каком положении ты находишься перед Богом. Осознание. Не просто знание, еще осознать надо, что да, я такой, я грешник. Ведь многие люди, они не хотят признавать себя грешным, говорят, я хороший, вот, я ничего там, никого не убил, ни этого, вот, я хороший. Осознание. Дальше, отвращение. То есть, человек должен понять, что он не хочет вот это, вот так он не хочет больше жить, он должен уйти от этого. Дальше, принятие решения. Чувствуете, да? Принятие решения. Дальше, перемена пути. То есть, все, я шел туда, а потом что делаю? Обращаюсь на другой путь, я переменяю путь. И на этом пути я уже, я уже, что делаю? Действую. И уже приходим к действию. Согласитесь, что это, ну, не совсем оно похоже, да? Ну, просто, просто на молитву покаяния. Это процесс действия. И я думаю, знаете, я так думаю, это, ну, мое богословие. Песок для нас, это действительно решение. Такое, знаете, жизненное решение для нас, когда мы решаем выйти из Египта. Но когда народ вышел из Египта, он, как он, у него там все получилось? Он нормально все было? Он вышел из Египта. Египет из него вышел? Нет, он в Египет не вышел, понимаете, друзья. И они что делали? Они там роптали, они там на Моисея, на Мошея и на Ароногнали. В общем, много, много чего происходило. А в итоге они не вошли в землю, в землю обетованную. Вот. Потому что не произошло чего-то в их жизни, не произошло. И вот я так думаю, знаете, то есть, если Песок, это, это как бы выход, выход, но это еще не значит, что это приход куда? Друзья, куда мы идем вообще? Окончание что у нас? Желтый большой камень. Суккот. То есть, у нас есть путь, да? Мы идем из Песоха, мы идем в Суккот. Вот. И выйти, это еще не значит прийти. Выйти, потому что народ хотел вообще возвращаться в Египет. Да неоднократно хотел возвращаться. Понимаете, все время его туда тянуло. Поэтому выйти, это еще не значит прийти. Должно быть что-то пройти. И я, знаете, друзья, и я так думаю, что вот этот сферот Ха Омер, отсчет Омера, это вот этот как раз, это то время вот этой чувы, настоящей чувы. То есть, когда мы проходим весь вот этот вот путь для того, чтобы мы перешли от знания к действию. Вот. Ну, слава Богу, не только это, можно подумать, это размышления. Не-не-не-нет. В это время, вот эти, ну, условные 40 дней, вы же помните, да? Вот. От Песоха до Шавуота 49 дней, да? Вот. Это время, вот именно отсчет Омера, там не описано в Писании, что это, но это что-то там должно произойти за это время. Я, например, вижу то, что это именно вот это настоящая чува должна произойти. И для того, чтобы это в нашей жизни происходило, Бог делает очень много, друзья. На самом деле, в это время, если мы вспомним еврейский народ, от Песоха до Шавуота, мы помним, там были сплошные чудеса. Хотим Перепилово, это первый раз. Пожалуйста, Перепила. Так, нам есть нечего. Пожалуйста, Манна. Воды нету. Пожалуйста, вода. Вода горькая. Сделали сладкой. Все было. Но, правда, потом, когда был заключен завет, там все пошло по-другому, если вы помните, да? Там уже начали получать по полной схеме. Но до этого все было очень хорошо. То есть, все получалось, Господь действовал, как в жизни многих из нас, да? Когда мы только выходим, Бог, Он нам показывает свою реальность, Он нам показывает чудеса и знамения. Вот, Он действует в нашей жизни. Я помню, у меня был такой, как бы, интересный момент в моей жизни. вот, я никак не мог стал молодым верующим, ну, не очень молодым в таком возрасте, но молодым верующим. Вот, я, как бы, понял, меня все время смущало, ну, как бы, вот, вино мне нравилось. Я никогда не пил, там, ни водки, там, нет, оно так немножко нравилось, да? А я обратил внимание, немножко выпьешь вина, Библию уже как-то в руки уже не берется, не получается, да? Я понимал, надо мне от этого избавиться, оно самоо мне было трудно. Я у братьев спрашивал, я говорю, братьев, как это сделать? Ну, мне там, говорю, да вот я принял решение, я говорю, да ты принял решение, ты мне помоги принять решение, я его не принял еще, вот. И вот мне молодой брат подошел ко мне, говорит, Сергей, вот, ты знаешь, вот, твоя жизнь, это чистая комната, и там гвоздь, он принадлежит дьяволу. Он приходит, и на это спрашивает, это мой гвоздь? Да. Тогда, говорит, повешу свою вонючую шкуру на свой гвоздь. Знаете, меня вот это так тронуло, и я вышел, помню, тогда мы были в поездке тогда, и я вышел из здания, такое небо, такое, знаете, украинское, такое темное, такие большие звезды. Я говорю, боже, я не хочу, чтобы он вешал эту вонючую шкуру в этом. Пожалуйста, убери меня, чтобы это не было в моей жизни. Это как раз было, для меня это был от счета мэра, я только вот-вот ищу, я еще не родился свыше даже, вот и на счет раз, щелкнуло, и до сего дня, понимаете, оно мне не надо. Вот так Бог действует в это время, но в то же время нам надо, в то же время нам надо совершать вот эту шуву, потому что она чем-то должна завершиться. А чем она завершается, я вам сейчас зачитаю. Она завершается личным шавуотом. Ну, опять же, это я делюсь вам своим богословием, но я не вижу как бы в того, что в Писании оно как-то по-другому, то есть можно, можно вот так тоже говорить. Личным шавуотом. Смотрите, Тита 3, 4-6. Нет. Когда явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом. Чувствуете? Друзья, это суть шавуота. Это суть шавуота, потому что выйти, совершить шуву правильно, оно должно совершиться этим. Оно должно быть баню возрождения, которого Бог излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть, что-то должно произойти в нашей жизни. Писание в другом месте, оно об этом говорит, это беседа Ешоа с Никодимом. Истинно, истинно говорю тебе, Ешоу Никодиму, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденного от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Это, друзья, это же вот без этого путь, дальнейший путь. А, еще же дальше будет путь. На этом же наша жизнь не заканчивается, еще дальше будет путь. Вот, но это, оно обязательно должно произойти. И обратите внимание, там и возрождение, и обновление. Как вы думаете, кроме действия Святого Духа, что еще должно присутствовать для этого в нашей жизни? Желание? А что даровали наше вод? Что было даровано? Тора. Слово Божие. Слово Божие. Не зря наше вод было даровано и Тора из влияния Святого Духа. Вот, вот, когда Слово Божие, Писание, оно соединяется с действием Святого Духа, вот тогда происходит не только возрождение, но и обновление. Потому что оно ведет нас, а Дух Святой, Он разъясняет нам Писание, помогает нам исполнять Его, помогает нам понять Его. И это, друзья, вот это же вот, друзья, и если это не происходит в нашей жизни, это большая беда для верующих. Потому что дальше предстоит большой путь. И Он такой, знаете, ну не совсем простой этот путь. Я вам сейчас буду о нем рассказывать, да? И без этого его просто невозможно его пройти. И поэтому многие на этом пути, они не просто спотыкаются, они уходят с этого пути, у них не получается. Почему? Не произошло в бане возрождения и обновления Святым Духом, когда происходит вот это взаимодействие внутри нас, в нашем сердце, в нашем внутреннем человеке, когда происходит это взаимодействие и происходит обновление нашего внутреннего человека. Усвоили, да? Ну то есть я вполне так. Можно сказать, что, друзья, можно сказать, что в этот момент мы снаряжены, мы снаряжены для дальнейшего пути, потому что мы идем куда? Шавуот, друзья, Шавуот же, мы даже не в Рожкашана идем, не в это, мы идем в Шавуот, это наш путь, ой, Сукот, я прошу прощения, слава Богу, Сукот. О, хорошо, значит, значит, уже есть плод. Да, мы, друзья, мы идем в Сукот, это время Божьей славы в жизни всего мира, в жизни Израиля и нашей личной жизни, да, когда вот этот пир, когда мы не забываем, что Сукот, он тоже уходит в небо, потому что это праздник, на небе тоже будет пир, да, и будет что? Будет свадьба с сын, агнца и невеста, да, поэтому, что начало, оно исходит из неба, да, и окончание праздников, они тоже, они тоже уходят в небо, вот, и вот мы, смотрите, вот от этого шавуота мы начинаем путь к Сукоту, и если не происходит этого обновления, возрождения, обновления, то смотрите, вот, как я называю этот путь, ну, он в Писании не описан, там просто, ну, сказано, потом уже начинается Йом Труа, да, там, отсчитаете, и будет, Йом Труа, вот этот путь от шавуота до Йом Труа, значит, он, ну, он не описан, вот, но я его наполняю следующим содержанием, Матфея 16, 24, 25, есть? Как вам такой путь? Ну, друзья, ну, а другого пути нет, он узкий, широкий путь он ведет в погибель, а узкий путь он ведет, он ведет к жизни, и это путь, это путь креста, возьми свой крест и следуй за мной, ну, на самом деле, друзья, на самом деле, посмотрите, ну, Бог, он не жестокий, он не заставляет нас носить вот это неудобоносимое что-то, да, вот, он, Иисус, он говорит, бремя мое, оно вообще-то не тяжко, то, которое я налагаю на вас, по большому счету, оно не тяжко, не пугайтесь, да, ну, вы должны понимать, что это путь серьезный, там просто так не получится, вот, и смотрите, как я, я прошу, как бы, для того, чтобы вы, ну, сосредоточились немножко на этом пути, потому что, по большому счету, за этот путь мы будем потом, ну, вот, размышлять на Йом-Труа, да, вот, и частично, значит, Йом-Кипур даже, ну, частично, потому что, там, многие вопросы решены из-за нас, вот, но этот путь, это как бы итог, вот эти, Рош-Хашана, да, Йо или Йом-Труа, это итог вот этого пути, это очень важный путь, и он так выглядит достаточно, так, сильно, да, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной, отвергнись себя, я называю это, избавиться от своих представлений о жизни, которую ты получил до встречи с Йошуа, вот, честно говоря, это, это, это очень важно, и не все хотят это делать, я понял это, когда только пришел в церковь первый раз, я понял, это надо сделать, вот, и, хотя я руководил там, и дочинов дослужился, и руководил сотнями людей, я отбросил все это, потому что, многие мои пути, они не привели к успеху, да, я понимал, это, это не тот путь, которым надо идти, и я сел, как я говорил, у ног, гамолила, у ног пастора, да, я заглядывал в рот, вот, это такой великовозрастный дядя, я ожидал вот этого понимания, откровения, который, чтобы он не разъяснял, писание, и тогда надо отвергнуться себя, отвергнуться того, что, что ты накопил, если ты такой умный, то почему ты не богатый, ну, условно говоря, да, если ты такой умный, что хочешь учить, так почему у тебя там проблемы в семье, дети не слушаются, там, значит, понимаете, поэтому избавиться, переходить на Божье понимание и цели для своей жизни и пути их достижения, римлянам 12.1.2 называет это принести наши тела в жертву, живую жертву Богу, прекратить жить, как живет мир, и обновить свой разум, вот, это отвергнуться себя, дальше, возьми свой крест, вот интересно, что вы про крест скажете, что это такое, ну, некоторые, например, некоторые жены говорят, вот, пьющий муж, это, наверное, это мой крест, правильно или что, или может быть как-то по-другому, или там, ну, у меня там дедушка, бабушка был бедный, папа, мама, и я бедный, это мой крест, ну, что ни делала, ничего не получается, какие есть мнения, ладно, а? правильно, 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 он, смотрите, хорошее замечание, Ешоа, у него был свой крест, он пришел для чего? Для того, чтобы спасти этот мир, для того, чтобы взять на себя этот крест, это был его крест, а мы для чего пришли в этот мир? я помню, ученики говорили, пойдем и умрем, сестра сказала, просто умереть для себя, пойдем и умрем, да нет, ну, Бог, на самом деле, Он не хочет, Он хочет все-таки, чтобы мы жили долго и счастливо, понимаете, это его, желание его сердца, друзья, ну, Бог, Он создал нас для того, чтобы мы были, чем? А? Детьми, чтобы мы были образом и подобием его, друзья, это образ и подобие, чтобы мы были похожи на его сына, и чтобы мы делали дела, которые прославляет Бог, вот оно, понимаете, вот для чего мы пришли, понимаете, и это наш крест, потому что нам приходится себя, что делать? Распинать, Павел говорил, надо распинать, но те, которые Христовы, они распяли свою плоть, в этом, в этом, в этом наш крест, друзья, это тяжелое дело, согласитесь, да, если гниливая натура, вот попробуй избавиться от этой натуры, да, вот, или там еще что-нибудь, следуй за мной, я коротко скажу, потому что каждая, это отдельная проповедь, находись на лозе, помним, да, потому что, если мы не получим, сколько не получим от Господа, не получим жизни от него, будь доброй почвой, помним, да, притчу, исполняй заповеди, если любите меня, соблюдите мои заповеди, это, это все мы говорим о следовании за Богом, быть верным, и правильно распоряжайся теми талантами, которые дал тебе Бог, и тогда Господь Бог даст тебе в награду, что, мешок золота? Нет, Он даст тебе большую задачу, друзья, Он просто больше тебе доверит, но если царь тебе больше доверит, то, наверное, и вознаградит, но, когда мы распоряжаемся правильной талантами, Он просто нам больше доверяет, говорит, возьми у него, отдай этому, он умеет, Он умеет пользоваться, и делай, делай добрые дела, потому что, мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, Ефесанам 2, 10, вот, друзья, этот путь, ну, согласитесь, он такой, ну, не совсем он простой, то есть, он такой, вот, и когда приходят, Йом Труа, или Росхашана, и Йом Кипур, друзья, мы размышляем, как мы, не просто вот, так, я хороший или я плохой? Ну, конечно, хороший, какие вопросы? А вот так вот, по каждому пункту, да, отверни себя, возьми свой крест, следуй за мной, по каждому, по каждому пункту, друзья, вот, вот о чем, нам напоминает праздник Труб, понимаете, вот о чем мы размышляем, когда мы приходим к празднику Труб. Я вам хочу сказать, что в Писании нет, знаете, вот такого, как вам сказать, ну, такого, ну, не трепета, такой, трепещешь там, потому что там с тобой что-то произойдет плохое, да, или Йом-Кипур, судный день, ну, вообще-то по Писанию это не судный день, там немножко по-другому называется, мы скажем ниже, да, то есть там как-то по-другому оно определяется, просто так получилось, что после того, как храм был разрушен, да, то раввинам пришлось, ну, как бы, разрабатывать некие другие схемы, которые, как бы, заменяют то, что было, то, что было во время храма. А у нас храм разрушен или нет? Нет, у нас храм есть, у нас в этом плане все нормально. Поэтому, если мы смотрим, если мы подходим к Йом-Труа и Йом-Кипура, если мы подходим с раввинистической точки зрения, ну, реально, ты там не знаешь, что делать, да, то есть, там книгу жизни так занеси, так я не занесен, вот, друзья, это не наше, это не наше богословие, мы занесены в книгу жизни. Если в вашей жизни совершился шавуот, да, и если вы идете тем путем и, как говорится, отвергли себя и взяли свой крест и следуете за Йом, никаких проблем нету. Всегда ваш дух, он говорит, а воочи, и он говорит, ты спасен, ты вместе с отцом, Ишо, вместе с Ишо, никаких проблем нет. Вот. Поэтому трубление, оно напоминает нам, что Бог наш создатель, наш царь, лишний Господь, и надо приготовиться ко встрече к ним. Но приготовиться, это не значит шарохаться, там, скрываться, там, или, я не знаю, там, как-то ужасаться, да, потому что что-то произойдет, может произойти что-то ужасное. Нет, это нечто другое. Вот смотрите, у Неемии, Неемии 8, 9, 12. Там произошло такое, такое событие, как раз, ну, это после возвращения евреев в Иерусалим, там, короче, разные события, и вот они решили, попросили своих священников, говорит, соберите нас и зачитайте нам закон. И, когда священники начали читать, читать закон, смотрите, что произошло. Тогда Неемия, книжники, и левиты, короче, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не платьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. То есть, это было как раз, это на Расхошана было, ну, на Йом Труа было, да, это первый день седьмого месяца. Вот. И они слушали закон, и они плакали. И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что сей день свят Господу, не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепления для вас. То есть, оказывается, трудный звук, да, это радость, это некая радость. И левит успокаивали народ, говоря, перестаньте, ибо день свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, ну, народу только скажи, да, посылать счастье и праздновать с великим веселем, ибо поняли слова, которые сказали им. Друзья, они что-то поняли, понимаете, они поняли, что до этого времени они жили как? Неправильно. Они поняли, что согласно 28 главы Второзакония, помним, да, благословение и проклятие, им грозит что-то, что-то плохое, но приговор какой? Не окончательный. Не окончательный. Радость в том, что есть время исправить. И поэтому, если мы приходим к Йом Труа, ну, идя тем путем, о котором мы только что говорили, и у нас что-то, что-то не то, друзья, это есть время что-то исправить. Это, ну, как, скажем, суккот, он же не один раз исполняется, да, он у нас каждый год суккот. Есть суккот окончательный, а есть суккот, условно говоря, ежегодный, который нам о чем-то говорит, который нас к чему-то призывает и что-то нам дает. Так вот, Йом Труа, оно говорит о том, что надо размышлять, потому что можно исправить. В этом радость, в этом Божья милость, что он никогда не ставит на нас окончательного приговора, он никогда не говорит, так, все, ты ошибся, вычеркну тебя из какой-нибудь книги. Вот. Вот. Ну, согласно Писанию, ну, это уже пришло потом, после разрушения храма, книги, вот, о том, что, это, суд, на самом деле, на самом деле, Йом Кипур, который начинается, кстати, у нас завтра вечером, помните, да, и до послезавтра, до понедельника, до понедельника вечера, он не называется судным днем, он называется в Писании, что это день искупления и день очищения. То есть, это все, это все происходит в рамках подготовки к чему? К сукоту, встречи с кем? С Богом. То есть, и Йом Труану призывает нас размышлять, очищать свою жизнь, и Йом Кипур, он помогает нам так же и размышлять, и очищать нашу жизнь. Вот. Но искупление, то есть, если, ну, скажем, те евреи, которые, ну, которые ортодоксальные, может быть, евреи, да, вот, для них этот, этот вопрос нерешенный. Ну, имеется в виду, искупление произошло, оно, поэтому они подходят, ну, действительно, они приходят с трепетом, потому что они не, ну, не знают, будут ли они записаны, в книгу жизни, как они считают. А у нас это что? У нас это произошло, у нас это произошло. Вот. И 1 Петра 1, 17-19. Если вы называете отцом того, который, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданного вам отцом, но драгоценную, кровью Христа, как непорочного и чистого пагоза. Искупленный, друзья, искупленный, произошло, все, оно действует в нашей жизни, искупление произошло, поэтому Йом-Кипур для нас это время в том числе и определенной радости и благодарности, что это нам не надо, как сказать, переживать, зато искуплены мы или не искуплены. Благодаря жертве Ишо, которая вобрала в себя все жертвы, в том числе и те жертвы, которые приносились на Йом-Кипур, в том числе вот этих вот двух козлов, одного которого убивали, а другого отпускали, он все, все взял наше, все то, что плохое, он взял на себя, а нам дал силы жить той жизнью, которая хочет, чтобы мы жили, чтобы мы жили. Поэтому Йом-Кипур для нас это ну я не говорю там прямо только радость. Почему? Потому что это день очищения с другой стороны. То есть день искупления мы искуплены, а очищение мы что, такие все из себя? Ну в какой-то степени. Но день очищения для нас все остается актуальным, потому что ну написано, Писание говорит, что мы все много согрешаем. Ну а дальше это 1 Иоанна 1,8. А если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. И истины что? Нет у нас. Поэтому день очищения у нас, он остается для нас актуальным. И мы знаем еще, ну то есть я к тому, что пока мы живы, святой что еще делает? Да свящается еще. Это всегда и Йом-Кипур тоже нам указывает на то, что очищение оно должно происходить, потому что должна произойти встреча с царем царей, да, на сухот. Должна произойти эта встреча, день Божьей славы. Вот. И мы как бы, это для нас такой тренажер, духовный такой тренажер, понимаете, к тому, к той встрече, которая, ну окончательная встреча, окончательному сухоту, когда и все мы, и Израиль, и все народы искупленные, они соберутся перед Господом Савуфом. А Писание многократно говорит, что это, что это произойдет, особенно Исаия об этом говорит, да. Вот. И поэтому, поэтому очищение, оно остается для нас актуальным. Вот. И еще есть, мы знаем, что на Йом-Кипур пост. Кто-то будет поститься на Йом-Кипур? Да. Ну, слышу, не часто, но я слышу голоса, что, да. Радоксально, евреи, они будут поститься за то, чтобы их имена были занесены в книгу жизни. У нас этот вопрос решен. За что нам поститься? За Израиль. Да. Вот. Сестры говорят, за Израиль. Да, я думаю, что нам надо поститься за спасение Израиля, за спасение тех евреев, которых мы знаем, да, чтобы понимание, познание, познание того, что Ешо, есть их личный Машея, чтобы оно пришло в жизнь, в жизнь каждого еврея. Поэтому этот пост, это время усиленной, усиленной молитвы о том, чтобы то, что то, что Бог замыслил относительно Израиля, чтобы это все произошло. Аминь. Ну, вот таким образом, друзья. Как вам нравится такое ожерелье? Мне тоже. И не забываем, друзья, что шабаты, это, что без шабатов, то есть мы-то больше сосредоточились на праздниках господних больших, да, но шабат, он назван первым, он не зря назван таким образом. Если бы не было шабатов, как вы думаете, у народа были бы праздники господних? Да нет, конечно. Потому что шабаты, они являются вот этим носителем, да, они поддерживают духовную жизнь народа. Поэтому мы тоже здесь собираемся на шабаты, и нам это надо, мы поддерживаем также свою жизнь. Мы не должны ограничиваться шабатами, это понятно. Вот есть еще много разных хороших, полезных духовных вещей, которые поддерживают нашу духовную жизнь. Вот, но шабаты, это, 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 это то несущее такое, да, а все скрепляет кто? Господь. Вот, нитка втрое скрученная, это все такое прекрасное ожерелье для нашей жизни. И знаете что, друзья, давайте мы, наверное, поблагодарим Бога, да, за такой прекрасный подарок для нашей жизни. Такое драгоценное ожерелье. На самом деле, есть драгоценная карта, ну, зеленая это изумруд, да, красная это рубин, да, а желтая есть, есть желтые бриллианты есть. Я читал, специально посмотрел, думаю, желтые, да, есть. То есть, за это чудесное ожерелье для нашей жизни, которое, которое, как для еврейского народа, является путем, да, путем от Песоха в Суккот, когда он будет весь стоять перед своим Мессием, который есть еще, так и для нас. Это тоже, тоже праздники, как мы видим, это тоже некий путь, который мы должны пройти. Они все должны состояться в нашей жизни, друзья. И исход должен состояться, и обращение, оно должно состояться, и тшува, и возрождение, и обновление Святым Духом, и вот этот путь, который, возьми свой крест, и отвергни себя, возьми свой крест, и следуй за мной. И Йом Труа, и Йом Кипур, и Суккот. Ну, о Суккоте мы будем говорить больше, наверное, в следующий путь. Ну, скоро уже будет. Поэтому, но Суккот, это время Божьей славы. Бог ведет нас этим путем, Он ведет нас в свою славу. Он хочет, чтобы у нас все получилось, друзья. Он хочет, чтобы у нас все получилось. Это в его сердце. Он не, написано же, написано, что Он не любит наказывать. Он любит миловать, Он любит помогать нам, чтобы у нас все получилось. Поэтому давайте мы поблагодарим Господа за Его прекрасный подарок на наши жизни. Отец наш небесный, Бог наш и Царь, мы славим и благословляем Твое святое имя, Боже Господь. Мы благодарны Тебе за этот день, за это время, друг за друга, за это место, за то, что мы собрались здесь во имя Твое, Боже, и Ты говоришь нам, Боже, Господь, Ты помогаешь нам понимать Тебя, познавать Тебя и Твою волю, Боже, и Твой путь, Господь, Боже. И мы просим, чтобы то, о чем мы говорили сегодня, чтобы оно получилось в нашей жизни, Боже, чтобы все Твои праздники, Господь, они состоялись в нашей жизни, Боже, чтобы никто не потерялся, Боже, из нас, Боже, пред Тобою, Боже, чтобы вот как все мы вышли, Боже, и мы вошли в Твой сухот, а с нами, Господь, много, много, очень много искупленных, прежде всего из Иудеев, Боже, Господь, а потом и из Элленов, Боже, чтобы много вместе с общиной Орхомашия, вместе со всем Твоим искупленным народом, Боже, Господь, чтобы вошли, Господь, в Твой праздник, вошли в Твой сухот. Да будет имя Твоё, Господь, оно благословенно, прославлено, возвеличено во имя Иши, Господи. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. 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 А Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok